Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Оксана. Я рада приветствовать вас у себя на Зимней Даче. Совсем недавно закончился сезон отправки метельчатой гортензии, но уже очень много людей спрашивают, когда снова я буду отправлять, можно ли сделать предзаказ. Хочу сегодня с вами об этом поговорить. Для начала я хочу показать вам свой участок. Вот столько у нас снега, вот такие огромные бочки, видите, их практически не видно. Чтобы вы понимали, вот где-то около 40 сантиметров. И вот между этими участками у меня стоят ящики метельчатой гортензии. Вот маленький-маленький хвостик, это именно гортензия. Ну что, попробуем пролезть. Я не знаю, стоит ли рисковать. Гортензии надежно укрыты. И вот многие спрашивают, отправляете ли вы сейчас и когда будете. Ну, когда буду. По погоде, как растает. Учитывая, что еще не было даже ни одной. Вот тепли у нас вот так хорошо все надежно укрыто. Вот где-то здесь есть ящики. Ну, вот зимуют они, видите, гортензии очень надежно, очень хорошо укрыты. Достать их оттуда нереально. Ребята, отправка будет по погоде. Надеюсь, вам понятно. Вот. Гортензии очень глубоко под снегом. Это шикарное для них укрытие. Да, и, соответственно, отправить такие растения я не могу. Нет у меня хранилища. Это самое лучшее хранилище, которое можно себе представить. Вот такой глубокий снег. Поэтому отправка гортензий будет только весной, когда вся эта махина растает. Ну, обычно у нас это происходит вторая половина марта и апрель. Поэтому сейчас я рассылаю те списки, каким закончила сезон. То есть все, что я поставила сюда, я могу вам этот список и те цены отослать. Конечно, можно было составить ящики в сарай или в теплицу. Вот у меня здесь теплица. Но у меня очень большой объем. В эту теплицу просто, во-первых, все бы не поместилось. А во-вторых, сейчас мы с вами зайдем. Здесь у меня несколько растений поставлены для эксперимента, как они будут зимовать. Ну и вот сама зимовка вообще в теплице мне не очень нравится. Объясню, чем. Вот у меня здесь стоит трехлитровый и вот такой, ну, по девятый, горшок по девятый. Вот хочу сказать, вот я его взяла в руки, он настолько легкий. То есть грунт вымерзает. Одновременно с этим иссушаются стволики и сами корни гортензии. Поэтому вот я здесь немножечко в течение месяца буквально подержала эти растения. И они, я вижу, что в теплице им не очень хорошо, поэтому они отправятся вот прямо в ближайший сугроб. Тоже многие спрашивают, как сохранить вот такую гортензию. Просто поставьте ее в сугроб и с ней все будет в порядке. Поэтому к зимовке гортензии в теплице я отношусь плохо, потому что все будет пересыхать. Возможно, в подвале ситуация немножечко другая. Возможно, там влажность повыше. А здесь при сильных минусах идет сильное вымерзание. Вот. Теплица у меня как бы свободна. Можно было отнести куда-то это в сарай, в погреб. Но у меня, правда, очень много ящиков. Здесь больше 200 ящиков вот так стоит. И это очень неудобно. Понимаю тех людей, кто хочет пораньше черенковать. Но я их из этого сугроба не достану. Пусть гортензии отдыхают. Здесь у меня на палетах повыше стоят метельчатые гортензии в трехлитровых горшках для того, чтобы пораньше взять их на черенкование. Ну вот опять же, вот смотрите, вот горшок стоит на деревяшке. И взять его оттуда, ну, нереально. Он примерз. Конечно, здесь весной пораньше растает. Я где-то, может быть, пролил теплой водичкой. Но даже если вот вы откопаете сугроб, то достать горшок, видите, он примерз, не представляется возможным. Именно поэтому я говорю, что гортензии сейчас не отправляют. Ну и сейчас мы тоже не сидим на месте. Идет активная закупка посадочных материалов с Европы. То есть это Франция, Нидерланды делается предзаказ, вносится аванс. И точно так же мы ждем новые сорта, интересные новинки, саженцы. Но это уже будет уже после Нового года. Скорее всего, февраль-март поставщики обещают. По этим сортам я тоже сейчас не делаю никаких анонсов. Потому что ситуация всегда меняется. Иногда ты ждешь определенный сорт, а он, допустим, поставщика закончился. Или по каким-то объективным причинам произошел отказ. Точно так же по ценам немножечко прайсы плавают. Поэтому как только будет более четкая информация, я, соответственно, на своем канале все расскажу. То есть вот пришел материал, такая цена, такие, соответственно, саженцы я предлагаю. Если же вы сейчас пишите мне на номер, указанный на экране, на вайбре или ватсап, пишите заявку, то есть я бы хотела узнать ваш каталог, я, соответственно, отсылаю вам те списки, которыми я закончила сезон. По новинкам и посадочным материалам с Европы пока информацию я не даю. Вот. Если вы хотите сделать как бы предзаказ, то, опять же, аванс я не беру. Мы ведем с вами просто как бы устную запись. Соответственно, оттает мои саженцы. Я буду готовить вам их отправить. Я вам пишу. Если да, у вас все в силе. И, соответственно, вы готовы мои саженцы получить, я вам их отправлю. Но пока, я думаю, нам надо с вами просто набрать сил. Очень раннее черенкование, как многие по этому сезону уже заметили, оно ни к чему хорошему особо не приводит. Февраль, конец февраля, начало марта, и все начнется своим чередом. Будем черенковать. Я же пока, воспользовавшись таким перерывом, занимаюсь дома ремонтом, поэтому немного выпадаю с ютуба. Я хочу даже после январских праздников съездить к друзьям, поэтому даже на своих уже чисто выкрашенных окнах и подоконниках никакую рассаду пока не ставлю, не включаю. Именно потому, что у меня просто не будет дома. Ну, у нас будет с вами еще тема разных роликов и разговорных, и каких-то там самоделок, возможно, если вам будет интересно. Я вам обязательно все расскажу. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok